Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Сегодня 25 мая 2021 года. А это значит, что ровно 4 года назад, 25 мая 2017 года, компания Агам объявила инвесторам, что в некоторых странах вывод прекращается в связи с переходом на новый уровень, в связи с легализацией компании. И в данном видео я хотел бы сделать обзор прошедших 4 лет и посмотреть вместе с вами, как развивались события. Итак, я нахожусь на официальном канале Quester World на YouTube. К счастью, создатели квестера этот канал не удалили. Он существует до сих пор. И кого мучает ностальгия по былым временам, может снова зайти на этот канал и посмотреть кучу позитивных официальных новостей, посмотреть самую последнюю, самую свежую информацию 4-х летней давности. Итак, мы с вами можем прокрутить вниз и найти как раз запись конференции от 25 мая 2017 года. Эта конференция переводилась на несколько языков. Она была на русском, немецком, английском и польском. Наверняка вы эту конференцию смотрели и помните, что там рассказывается. На этой конференции господин Гелоберт и господин Рабала обрадовали, в кавычках, инвесторов тем, что компания планирует выходить на новый уровень и планирует легализовать свою работу. То есть в различных странах будут открываться официальные представительства, и компания будет получать лицензию и работать официально. Я еще тогда, в 2017 году, в своих роликах поднимал вопрос, если компания до этого заходила в страну нелегально и принимала средства от населения нелегально, то есть фактически действовала незаконно, как она собирается легализовать эту деятельность задним числом потом. Но, как говорится, эти вопросы так и остались без ответа. Итак, было заявлено, что компания планирует работать легально, и нужно открыть официальные представительства в разных странах. И первые четыре страны, в которых работа должна быть легализована, это Германия, Польша, Казахстан, Украина. Были выбраны эти четыре страны. И, как объяснил господин Рабала, в связи с тем, что нужно провести легализацию, нужно разделить инвесторов из разных стран, чтобы они не смешивались друг с другом. И для этого нужно провести разделение баз данных, чтобы инвесторы из разных стран были отдельно. Особенно инвесторы из этих четырех стран. И в связи с техническими работами, которые будут проводиться, в связи с разделением баз данных, временно приостанавливаются выплаты финансовой операции в Германии, Польше, Казахстане и Украине. Конечно, временно. Рабала заверил, что к 12 июня 2017 года все должно работать, как и раньше. Кабинеты будут работать. Ну, поэтому народ в целом воспринял это с пониманием, потому что до этого момента, до 25 мая, особых претензий к компании не было. То есть, именно свои обязательства по вводу и выводу средств компании выполнял достаточно стабильно, поэтому никаких там массовых, массового какого-то недовольства не было. Но, конечно, люди, которые имеют уже опыт инвестирования в высокодоходные проекты, насторожились, потому что, когда компания вот так вот в массовом порядке блокирует вывод для тысяч инвесторов, это всегда выглядит подозрительно. И многие стали ждать, а что же произойдет 12 июня. Тем не менее, компания продолжала публиковать позитивные новости. Если мы с вами посмотрим, например, вот ролики, пожалуйста, вот еще один ролик открытия официального офиса Квестера в Стамбуле. Дальше. Был проведен большой лидершип в Сайгоне. Это Вьетнам. Как видим, тоже большие толпы инвесторов собирались. Открытие официального офиса Квестер Ворлд в Москве состоялось в тот же период, лето 17-го года. В июне, по-моему, был проведен большой лидершип в Москве. А вот 14 июня 17-го года прошла еще одна конференция. Ее также переводили на несколько языков. Это был немецкий, русский, английский. Кроме этого, были еще новости. Квестер Ворлд провела лидершип в Гонконге. Был открыт офис в Дубае. Был проведен большой лидершип в Киргызстане. Причем, обратите внимание, наступило 12 июня. Рабал уже говорил, что разделение баз данных продлится буквально до 12 июня. А после 12 июня все заработает, как и раньше. Некоторые операции для инвесторов действительно стали доступны. Например, внутренние переводы между кабинетами, да, стали доступны. Но основная операция, вывод средств, она так и не стала доступна ни 12 июня, ни в 17-м году, ни в 18-м. Ну, естественно, не стала доступна до сих пор, как вы прекрасно знаете. Но, тем не менее, конечно, на конференции 14 июня Рабала и Гилоберт снова рассказали о грандиозных планах, что компания планирует создать свой банк. И по их, так сказать, по их планам уже к лету 18-го года банк Агам должен функционировать. И у инвесторов будут на руках карты этого банка. Идешь прямо в банкомат и свои денежки снимаешь. Ну, просто планы шикарные, замечательные. Давайте посмотрим, что тут еще. Так, это мы посмотрели Гонконг. Да, и вот как раз еще в июле, 6-го июля, тоже состоялась конференция. Ее также переводили на разные языки. Это у нас получается, тут мы видим и русский, и английский, и вьетнамский. Был проведен лидершип в Лондоне. Открытие официального офиса во Вьетнаме. В Италии, в Риме был проведен лидершип. 19 июля еще одна конференция была проведена. То есть мы видим, что лето было достаточно таким, насыщенным на события. И офисы открывались, и лидершипы проводились, и так далее. И хотя в четырех странах, как мы уже отметили, 25-го мая вывод прекратился, но в остальных странах в целом вывод продолжался. Правда, надо отметить, что в течение июня и июля 17-го года еще несколько стран было отключено. К концу июля 17-го года суммарно было отключено уже 13 стран, включая первые четыре. И, наверное, вы помните, что как раз было объявлено, 31 июля, по-моему, вышло объявление, что в связи с определенными событиями в сети блокчейн, компания вынуждена уйти на временный отпуск, так сказать. И этот отпуск продлится с 1 августа до 21 августа 17-го года, то есть на три недели. И фактически с этого момента выплаты прекратились везде, то есть во всех странах, ну, потому что вот компания в отпуск ушла. Ну, получается, если в мае отключили только четыре страны от выплат, летом отключили 13, а 1 августа отключили уже всех. Якобы временно. Ну, как вы, наверное, помните поговорку, нет ничего более постоянного, чем временное, да? И, конечно, многие, опять же, в комментариях мне доказывали, что это все ерунда, это временно, вот сейчас отпуск закончится, и всем начнут заново платить. Но наступило 21 августа, и, как мы с вами знаем, в странах Европы выплаты так и не возобновились. А в других странах выплаты, надо отметить, действительно возобновились. Но они возобновились по той простой причине, потому что Квестра в эти страны пришла позднее. То есть, по всей видимости, руководство Квестры увидело, в каких странах уже отток денег превышает приток, то есть, просто невыгодно в этих странах инвесторам платить, поэтому эти страны стали отключать первыми от выплат. А те страны, которые еще более-менее свежие, где приток новых денег превышал, так сказать, отток, те страны еще продолжали работать. Поэтому в некоторых странах, в общем-то, вывод еще продолжался и после 22 августа. И вот мы с вами видим 22 августа 2017 года, уже после отпуска, они озвучили грандиозные планы по разделению компаний, что дополнительно Квестра, Ворлд и Агам будет создана компания 5wins Asset Management и Леонора Свис Консалтинг, и вот Квестра Ворлд будет заниматься вместе с компанией Агам, будет обслуживать один регион, а 5wins и Леонора Свис Консалтинг будет обслуживать другой регион, и что-то там крутили, вертели, как вы помните, и документы показывали, вот мы там юрлицо зарегистрировали, сям юрлицо зарегистрировали. Ну и вот так, оглядываясь на 4 года назад, ребята, ну вспомните, помогло кому-нибудь эти, так сказать, это игра в наперстки, эти документы какие-то, кто-то там что-то где-то регистрировал, и так далее. Ну, я думаю, ответ очевиден, вы сами прекрасно знаете, никому эти дополнительные юридические лица не помогли. Ну, тем не менее, мы здесь смотрим, какие еще были новости позитивные. Так, был проведен лидершип в Корее, дальше, открытие официального офиса Квестера Ворлд в Малайзии, был проведен лидершип в Сингапуре, лидершип во Вьетнаме, еще один, так, и в Индии. То есть, как вы видите, упор уже пошел не на Европу, где выплат уже не было, а упор пошел именно на азиатские страны. То есть, если можно, как говорится, окучивать азиатские страны, то почему бы и нет. И, наконец, 7 ноября 17-го года, в годовщину Октябрьской социалистической революции, прошел, наконец, последний, самый последний вебинар, причем, если предыдущие конференции переводились на разные языки, то в этот раз они даже и париться не стали, они не стали ничего переводить. Хотя, понятное дело, что организаторы Квестра наварились очень хорошо, там счет идет на сотни миллионов, если не на миллиарды. То есть, могли бы уж, как говорится, на переводчик это раскошелиться. Но, в общем-то, дело уже шло к концу, и они решили не париться. И объявили, что якобы фонд Агам продается бизнесмену, корейскому бизнесмену Цубхану. Помните, да, этот разговор? Это все, заметьте, прозвучало 7 ноября 2017 года. На минуточку. То есть, по сути, с тех пор никакой официальной больше информации от самой компании не поступало. То есть, да, вы прекрасно знаете, потом, в 2018 году появился испанский юрист Диего Мартин, который возомнил себя рыцарем в сверкающих доспехах. Вот, сейчас я тут восстановлю компанию, я буду генеральным директором, вы за меня проголосуете, словечко замолвите, меня назначат генеральным директором, и мы тут начнем работать. Все, под моим руководством Квестра цвела и пахла, да, якобы в августе 2018 года все возобновится, все начнет работать. Ну, и мы сами помним, чем все закончилось. Наступил август 2018 года, и тишина, и ничего, и нет никакого восстановления компании, нет никаких новых китайских владельцев. А Диего, как говорится, ушел в туман. После того, как обещание Диего Мартина возобновить работу компании в 2018 году, в августе 2018 года, не исполнилось, конечно, инвесторы стали ему предъявлять претензии, говорить, ну, как же так, Диего, ты же говорил, что компания стартует, что, где? И он, соответственно, в 2018 году он просто по-тихому слился, так сказать, я не я и корова не моя. Но в 2019 году ему продолжали предъявлять претензии, и вот где-то уже в сентябре 2020 года, то есть через год после всех этих событий, он публикует следующее сообщение. Это часть переписки, которая происходила между мной и мистером Мухиным. Напоминаю, что Алексей Мухин это один из организаторов квестра. Переписка 2018 года, когда when I was, когда я пытался вернуть моего ребеночка квестру back. Помните, да, эту дурацкую манеру Диего называть квестру своим ребеночком. При этом испанский юрист совершенно не отдает себе отчета, что его ребеночек кинул сотни тысяч людей по всему миру. И ему, как бы, видимо, это не особо его напрягает. Но кинуло и кинуло, с кем не бывает, да. Дальше. Почему я вернулся? Потому что люди мне рассказывали о всяких ужасных ситуациях, которые с ними происходят. то есть, понятное дело, что когда люди потеряли свои вложения, свои инвестиции в квестре, на которые они рассчитывали, да, действительно, и у меня в комментариях на канале многие, кто-то даже жилье потерял, у кого-то до развода дело доходило. Вот Диего Мартин об этом пишет, что люди пытались покончить с собой. Некоторым лидерам угрожали их собственные нижестоящие, и по этой причине я не мог спать. Ах, бедненький Диешка, он даже спать не мог. И мои друзья потеряли дома, и у них были как бы пустые банковские счета, и даже не было денежек купить еду. Бедный ты наш, ты страдалец. Сразу помните, как у Филатова, как там царь, утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ, и икра не лезет в горло, и вино не льется в рот. Вот и у Диего примерно так. Так он сильно переживал за инвесторов квест, что я даже кушать не могу. Это прямо ранит мое сердце, он здесь пишет. Диего признает, он же честный человек, я понимаю, что я многое сделал неправильно, ты права, Ольга. То есть по всей видимости это он отвечает некой Ольге. Я кстати не знаю, может быть это он Ольге Клейнард отвечает, тогда она еще вроде как не была арестована. Я начал этот проект, потому что я верил в людей, а они меня использовали снова и снова. Но я всего лишь человек, я понимаю, признаю мои ошибки, что я могу ошибаться, я за все извиняюсь, и я не хочу, чтобы никто не играл с людьми. Они использовали меня, и я всего лишь передавал информацию, я верил, что я могу вернуть квест я понимаю, что это не сильно помогает, но я открыто говорю, что если кто-то хочет взять, как бы подать на меня в суд, то пожалуйста, я готов, то есть типа он готов давать показания. Значит, старая телеграм-группа, которая была создана, она создавалась с хорошей целью, с правильной целью, типа от всего сердца я это создавал. и сейчас вы можете видеть, что я никогда вам не врал. И вот физическое доказательство моя переписка с мистером Мухиным. И вы можете сделать, ну, как бы, сложить свое мнение, свое впечатление о том, что произошло. Искренне ваш, Диего. Итак, вот переписка между Диего и Алексеем Мухиным. Самое забавное, что переписка ведется на русском языке. То есть, Мухин даже не парился на тему того, чтобы переводить эти сообщения на испанский язык. То есть, видимо, он писал на русском, Диего через переводчик, соответственно, переводил это на испанский и так далее. Ну, для нас это даже хорошо. Не надо особо заморачиваться с переводом. Тут немножко эти скриншоты перепутаны по датам. Ну, давайте начнем вот с этого скриншота от 21 мая 2018 года. Добрый вечер, Диего. Провожу интенсивные консультации с советом директоров и китайскими покупателями компаний с целью ускорить передачу и реорганизацию компании. Сильно надеюсь, что будет принято решение об ускорении процессов переформатирования и мы сможем запустить работу компании с новой силой и новыми возможностями, которые появятся после запуска банка принадлежащего компании или аффилированных с ней лиц. Три восклицательных знака. Мы для этого сделали все необходимое. Еще раз, дата 21 мая 2018 года. Это, ребята, вообще-то было три года назад, кто не заметил. Дальше. Диего ему пишет 29 мая уже почти через неделю. Мой дорогой друг Алексей, я хочу поделиться с вами достижением, которого мы достигли сегодня. У нас в одной из трех групп сегодня там непонятно, что у них в одной из трех групп. Так, дальше посмотрим. Привет, мой друг Алексей. Это датировано с июлем. Я не работаю, готов начать, когда ты скажешь мне. Мухин отвечает, Диего, привет. С китайцами по твоей работе я поговорил и дал самые высокие рекомендации. Жду их решения. Работа по переформатированию компании продолжается успешно. Надеюсь, что скоро озвучат сроки возобновления работы. Ну, классные же новости, шикарные просто, вы чё? Успешно всё продолжается в восемнадцатом году, в июле. Чё вы? Диего отвечает, большое вам спасибо за вашу помощь. Я продолжаю мотивировать людей так, чтобы они не распадались, не разбегались, у нас будет ещё водка, чтобы отпраздновать. Ага, будет у вас водка. Ещё раз большое спасибо. 16 июля восемнадцатого года. Доброе утро, Алексей, как дела? Уже в конце есть новости? Это? Тут сообщение непонятное. Мне кажется, что вот это сообщение это продолжение вот этого, потому что, хотя там дату не очень видно, но, по-моему, это тоже июль восемнадцатого года. Диего пишет, если мне нужно остаться, мне нужно знать сегодня. Там в какой-то момент Диего сообщал, что у него умерла бабушка и ему нужно было из Испании ехать в другую страну, где умерла бабушка. И Мухин ему отвечает, добрый день, Диего. Мои искренние соболезнования в связи со смертью бабушки. Диего, все работают очень медленно. То, что можно было сделать за 3-4 дня, делают за 18-20 дней. Я сильно злой из-за такой медленной работы, но ускорить работу не получается. Надеюсь, что восстановят работу системы в сентябре-октябре. Но если так медленно будут работать, то и к ноябрю не успеем. Надо вам поехать на похороны бабушки жены. Это святое. А, это получается не бабушка самого Диего, а бабушка жены. Как только у нас все начнет двигаться к началу работы, я сразу вам напишу. Большое спасибо за понимание. И вот наступил уже август, 26 августа 2018 года. Диего, доброе утро. Три восклицательных знака. Диего, работа по переформатированию компании продолжается. После окончания всех работ и подписанного контракта с китайцами, компания возобновит работу. Три восклицательных знака. Компания все делает для этого. в этот же день Диего отвечает доброе утро. Это отличная новость. Это займет много времени и тишина. То есть заметьте, Мухин ничего ему не ответил и уже 30 августа, то есть через 4 дня Диего еще раз пишет доброе утро Алексей. В эти месяцы я принимаю более 15 тысяч человек, которые хотят вернуть компанию и многие хотят инвестировать больше. Я сделал все возможное для компании, мне просто нужно знать, хотят ли они, чтобы я работал с ними или нет. Мое усилие очень велико. Итак, что мы тут с вами видим? Мухин постоянно рассказывал, что работа ведется, продолжается, компания скоро возобновит работу, и это ребята все датировано было еще восемнадцатым годом. И вот в своем сообщении Диего как раз здесь и пишет «Я не хочу, чтобы кто-то играл с людьми, они меня использовали, и я всего лишь передавал информацию. Они будем называть вещи своими именами, Алексей Мухин что-то там писал про каких-то китайских владельцев, что там усердно ведется работа и скоро все запустится». И Диего по сути признает, что его тупо использовали. Так вот, многие меня спрашивают, а вот Александр Кэсли весь девятнадцатый год, весь двадцатый год до сих пор продолжает рассказывать, что работа в фонде ведется, скоро все возобновится. Зачем ему это надо? Ну так вот, задайте себе вопрос, если Диего хотя бы хватило мозгов, может быть потому, что он юрист, понять, что его использовали, что с ним играют, а швейцарскому музыканту Александру Кэсли, ну не хватает мозгов понять, что его тупо используют. И наверняка, наверняка, Александру Кэсли пишут вот такие же веселые сообщения, может быть Мухин пишет, а может быть кто-то другой пишет. и вешает ему щедро лапшу, что да-да-да, шикарные новости, работа ведется, лицензии получаются, трейдеры работают. Да вы что, да никаких сомнений. Помните, Кэсли даже рассказывал, что сайт готов. Сайт готов, переведен на несколько языков, но этот сайт за полтора года так никто не увидел. Это такой, знаете, секретный очень сайт. Он в интернете есть, но невидимый. Да, там все невидимое. Сайт невидимый, трейдеры невидимые, новые владельцы невидимые, прибыль невидимая. Ну, вот так вот. Бывает в жизни такое. Поэтому, если так ретроспективно оглянуться в прошлое на 4 года назад и вспомнить 2017 год, ой, сколько там в комментариях было умников, которые там с пеной у рта доказывали, что выплаты скоро будут, да все нормально, все в процессе. что ты там сравниваешь какие-то хайпы, однодневки с нашей великой корпорацией, у которой банк свой. Да ты что? О чем ты говоришь? Ты ничего не понимаешь. Ну, что, ребята, прошло 4 года. Вы много понимаете? За 4 года много у вас в карманах прибавилось, да, от этих красивых обещалок? И самое это забавное, что на канале успех в инвестициях эти обещалки и дальше продолжаются. Скоро все будет, да, работа ведется, фонд запускается. Надо просто потерпеть еще лет 20-30 и скоро обязательно вывод откроется. Друзья, еще раз хочу подчеркнуть, что я ни на секунду, ни на миллисекунду не против того, чтобы квестер вернулась в каком-то виде и начала начала платить инвесторам свои долги. Почему мне быть против, если компания вдруг воскреснет, очнется и начнет платить кому-то десятки тысяч долларов, кому-то сотни, а кому-то может быть и миллионы. Почему мне быть против? Чем больше будет успешных инвесторов, тем лучше для всех, не так ли? Но к большому сожалению, что за эти четыре года просто мы наблюдаем, как людям тупо компостируют мозги. Такие персонажи, как Диего, который сейчас жалуется, а, меня использовали, мне навешали лапши, а я эту лапшу дальше передавал, да, а сейчас продолжает эту же лапшу вешать Александр Кэсли, канал Успех в Инвестициях, аккуратненько эту лапшу переводит, соответственно, на русский язык и регулярно публикует позитивные новости, что вот-вот наш фонд скоро стартует и вот-вот уже на днях, и этот вот-вот на днях уже четыре года продолжается. Поэтому, друзья, я нисколько не против, была бы у меня здесь кнопка открыть вывод, я бы нажал ее не задумываясь и не замедлительно, и к большому сожалению, вместо возобновления работы компании все эти четыре года мы видим, что орудуют мошенники, которые выходят на связь с инвесторами квестеры и предлагают им вернуть деньги, только надо заплатить комиссию, и кто-то на это покупается, ведется, люди платят комиссию, сначала небольшую, потом больше-больше, и в результате вот мне пишут люди в комментариях, которые мошенникам отправили тысячи долларов, кто-то даже больше десяти тысяч долларов отправил, то есть представьте, человек в квестере деньги потерял, так мало этого, он еще и поверил этим мошенникам, что сейчас ему деньги помогут вернуть, и он им еще деньги отправил, и вот после того, как Диего Мартин ушел в туман, появился на сцене швейцарский барабанщик Александр Кесли, который вдруг с какого-то перепуга стал утверждать, что у него есть связь с новым руководством компании, с новыми владельцами китайцами, и начал бодренько так публиковать новости, и в текстовом виде, и видеоролики делать, и так далее, и он это все вещал весь девятнадцатый год, он это вещал и в двадцатом году, и вот на дворе уже почти июнь двадцать первого года, время от времени Александр Кесли что-то публикует, касательно квестра все меньше и меньше, и вот в середине мая он опубликовал следующее такое сообщение, важное уведомление, уважаемые члены и подписчики Рудиментал двадцать четыре, сейчас я получаю несколько угроз смерти каждую неделю, что безусловно заходит слишком далеко, сейчас я решил сократить расходы, и буду продолжать вести только три информационных канала, но уже без функций комментариев, видите как, решил сократить расходы, человек, который уже несколько лет рассказывает инвесторам про миллионы, которые скоро на всех посыпятся, вынужден сокращать расходы, к вечеру воскресенья будут удалены следующие группы Рудиментал 24, немецкая, английская и русская, чат R24, брендпункт также будет удален, следующие информационные каналы останутся, вот адреса этих каналов я пощелкал по этим ссылкам, на самом деле второй канал он также не функционирует, но вот эти два канала вроде бы существуют, но если вы пролистаете, в основном там информация, которая не имеет отношения к компании квестра или компания гамм, то есть это просто какие-то финансовые новости, взятые из разных с разных сайтов интернета, вы можете сами проверить, информация будет продолжать поступать, но как уже говорилось, только по информационным каналам, о да, то есть опять же, понимаете, он продолжает из себя корчить какого-то товарища, у которого доступ к эксклюзивной информации, заметьте, он это все вещает уже больше двух лет, два с половиной года, девятнадцатый, двадцатый, вот уже почти половину двадцать первого года. В этот момент я хотел бы сказать вам большое спасибо, потому что без вас все это было бы невозможно. Особая благодарность также выражается всем бывшим и все еще активным администраторам за почти четыре года лучшей работы. Шлю вам самые теплые пожелания, берегите себя, будьте здоровы, ваш Александр Кесли. Ну, собственно, что мы видим? История повторяется. В восемнадцатом году Диего Мартин начал рассказывать, что скоро компания восстановится, он будет там руководителем, и как вы помните, был даже телеграм-чат с шестнадцатью тысячами человек примерно, и Диего Мартин там всем рассказывал, как компания будет восстановлена, и все будет хорошо. Ну, а потом, когда закончился август восемнадцатого года сентябрь, октябрь, закончился вообще восемнадцатый год, и Диего Мартин понял, что ничего не светит, ни ему, ни инвесторам, и, как говорится, ушел в туман. А потом появился на сцене Кесли. И интересно, что Диего Мартин стал снимать разоблачающие видео, и я на своем канале несколько таких роликов опубликовал и делал перевод, где, собственно, Диего Мартин открытым текстом обвиняет Александра Кесли во лжи. Он говорит, что ни с какими новыми владельцами ты, Александр, не знаком, никакого возобновления компании не будет и так далее. 2017 год был вроде бы недавно. Мы не успели заметить, вот уже четыре года пролетело. Так представьте себе, кто-то до сих пор сидит и ждет, когда же великая компания снова вернется с новыми владельцами и заплатит ему миллионы. То есть люди буквально потеряли четыре года своей жизни в ожидании. Друзья мои, деньги возобновляемый ресурс, деньги еще можно заработать, а время нашей жизни это невозобновляемый ресурс. Все, четыре года вычеркнуто. Кому-то хватило ума, он пошел и заработал в каких-то других проектах или бизнес открыл и так далее. Ну, хотя бы делайте что-то в конце-то концов. Как видите, четыре года ожидания никому в карманах ничего не прибавили. Поэтому я призываю всех не быть легковерными, уметь анализировать информацию, думать своей головой. Если у вас есть какие-то мысли по данному поводу, то, пожалуйста, пишите и в комментариях. следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.